Я приветствую тебя на уроке «Познание мира». Пусть он вам подарит интересное открытие, принесет радость общения. Приветствую тебя, наш солнечный, наш гордый Казахстан. Пускай поет в твоих просторах ветер, Тебе в грядущий маршрут великий дан. Приветствую тебя, наш солнечный, наш гордый Казахстан. Моя любовь, моя отчизна, мой край, мой светлый дух земной. Мой Казахстан свободный, чистый, цвети под солнцем и луной. Начнем мы урок с того, что всегда составляет гордость любого государства. Сегодня на нашем уроке мы поговорим с вами о символах Республики Казахстан. В каждом государстве есть свои символы – гимн, герб, флаг. И мы без особых усилий можем отличить одно государство от другого. Герб, гимн, флаг государства – это лицо государства. Во всем мире граждане общают и обращают свои взоры к государственным символам, как к знаком единства народов. Вы знаете, что в самые торжественные мгновения для страны возвевается голубой флаг и звучит гимн Казахстана. Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в его центре солнца с лучами, под которыми парящий орел. У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, лучей, орла и орнамента цвета золота. Автором флага является Шакен Ньезбеков. Государственный герб Республики Казахстан имеет форму круга. Круг, как в особом почете и уважении у восточных кочевников. Это символ вечности, жизни. Центральным элементом герба является шанырак. Это верхняя сводная часть юрты. В мировой практике еще не встречался герб с изображением шанырака. Шанырак особо почитаем в народе. Это символ семейного благополучия, мира, спокойствия. Это образ нашего общего дома, общей родины всех людей, проживающих в Казахстане. В государственном гербе присутствует еще одна важная деталь. Это образ мифических коней. Конь – стихия казаха. На гербе изображен не просто конь, а с золотыми крыльями, которые символизируют мечту многонационального Казахстана о построении сильного и процветающего государства. Два мифических коня с рогами в форме полумесяца, с золотыми крыльями, как бы оберегают шанырак с двух сторон. В изображении государственного герба присутствует еще пятиконечная звезда и надпись нашего государства «Казахстан» на казахском языке. Звезда с давних пор используется человечеством как символ власти, света, ведущего по жизни, стремления к возвышенному и вечности. На государственном гербе звезда выражает нашу заветную мечту – присоединиться к современным, высокоцивилизованным обществам, быть открытыми всем государством и народам пятиконтинентов. Основным цветом, используемым в государственном гербе, является цвет золота, символизирующий богатство, справедливость и великодушие. Золотой цвет удачно гармонирует с цветом нашего флага небесно-голубым, олицетворяющим стремление Казахстана к миру, согласию, к дружбе, единству со всеми народами. А авторами нашего герба являются жандарбек Малибеков и шота Оалиханов. Рассмотрим следующий символ – гимн Республики Казахстан. Гимн – это песня, посвященная своей родине. Это символ государства, и его должен знать и почитать каждый гражданин Республики Казахстан. Исполнение гимна сопровождается знаками наивысшего уважения. Все встают, прикладывают ладонь правой руки к левой стороне груди, а военные отдают честь или салютуют оружием. В международной жизни исполнение гимна другой страны означает выражение уважения к ее представителям. В гимне отражено стремление народа к свободе, глубокие корни и чаяния о будущем. Он призывает к дружбе и единению во имя гуманизма, мира и согласия на нашей прекрасной земле. Авторами слов являются Нурсултан Назарбаев и Жумикен Нажимеденов, автор музыки Шамшик Калдаяков. Как вы думаете, о чем могут рассказать нам символы? Они нам рассказывают об истории нашего государства. И у нашей государственной символики есть свое день рождения. 4 июня 1992 года. Государственные символы – это символы нашей жизни, сопровождают каждого из нас на всем жизненном пути. Вы знаете, что в самые торжественные мгновения для страны взвивается голубой флаг и звучит гимн Казахстана. Каждый казахстанец, и президент, и родители, и учителя, и вы учащиеся, мы испытываем гордость и уважение к символике. Гордость за свою страну, за наш Казахстан. Когда спортсмены достигают побед на спортивных площадках, они прославляют в первую очередь свою страну. И в знак уважения звучит гимн государства и поднимается флаг в честь страны взрастивших таких спортсменов. Символы нашего государства есть неоспоримые свидетельства его суверенитета и независимости, а также единства народа и власти, выражая тем самым определенную государственную идею. Трудно кого-либо заставить гордиться государственными символами, но знать и уважать их обязан каждый гражданин, если он себя считает патриотом своей страны. А нам есть чем гордиться. Новая столица стала символом процветания нашей молодой республики. Конечно же, историю страны делают люди, люди разных национальностей. Посмотрите, у вас в классе есть и казахи, и русские, и немцы, и татары, и уйгуры, и еще много людей разных национальностей. Поэтому сейчас для сохранения мира и процветания нашей страны необходима стабильность внутри государства, а также дружба и согласие между народами. Любовь к родине, уважение к государственным символам и патриотизм. Наш сегодняшний разговор подходит к концу. Мне очень хочется верить, что вы станете настоящими патриотами нашей замечательной страны. А сейчас я предлагаю подвести итог по всему разделу, который вы изучили. Выполни задание. Задание номер один. По теме «Моя школа». Ответь верные и неверные высказывания. Отметь верные высказывания с помощью плюсов, неверные высказывания с помощью минусов. В школу нужно приходить вовремя. На перемене нужно бегать, прыгать и кричать. На уроке выкрикивать с места, мешая одноклассникам учиться. На уроке нужно внимательно слушать учителя, не отвлекаться. Жевательную резинку и бутерброд на уроках есть нельзя. А теперь проверь. Если сделал ты все правильно, ты молодец. Задание номер два. Тема «Наш класс». Рассмотри картинки и вспомни, какое правило дружного класса было нарушено. Всегда помогать и поддерживать друг друга, делать все вместе. Никогда не жадничать, быть щедрым. Быть всегда приветливым и вежливым. Проверь себя. Если ты сделал все правильно, ты молодец. Задание три. Тема «Виды транспорта». Соотнеси название видов транспорта с изображениями. Проверь себя. Проверь себя. Воздушный, наземный, водный, подземный. Если ты сделал все правильно, ты молодец. Задание номер четыре. Тема «Казахстан. Моя родина». Ответь на вопросы, выбрав правильный ответ. Столица республики Казахстан. Проверь себя. Вопрос второй. Кто первый президент республики Казахстан? Выбери правильный ответ. Проверь себя. Ответь на третий вопрос. Визитной карточкой города Нур-Султан является... Проверь себя. Вопрос четвертый. Вставь пропущенные слова. Государственными символами республики Казахстан являются... Проверь себя. Гимн, герб, флаг. Если ты сделал все правильно, ты молодец. Наш сегодняшний разговор подходит к концу. Мне очень хочется верить, что вы станете настоящими патриотами нашей замечательной страны. На этом наш урок окончен. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова